Если бы вы сказала, на мой взгляд, вы задали нам очень важный философско-политический вопрос. И поэтому ответ на этот вопрос не может быть однозначным. С точки зрения философии, как науки, не может осуждаться идея, которая несла в себе, с точки зрения создателей этой идеи, гуманистические идеи. А идея марксизма, это, в общем-то, развитие идей утопического социализма, вот тех утопий о счастливом будущем, о котором мечтали... Да, раннехристианских, скажем так, идей. Да, ну и две тысячи лет назад. И я даже думаю, в каком-то смысле, может быть, и шумеры уже рассуждали, интеллектуалы того общества, о светлом будущем. Поэтому здесь не может быть никакого суда, кроме суда философов, мыслителей, над этими идеями. То есть это должно быть дальнейшее развитие философии, как науки. А вот что же касается того вопроса, уже политического, могут ли отдельные философы-мыслители, притворяясь в политических деятелей, насильственно внедрять свои идеи? Вот здесь, я думаю, может быть применена категория преступления. Потому что когда один человек не хочет счастливого будущего, а другой ему говорит, нет, ты будешь жить так, как я предполагаю, надо жить, и что это будет добро, то здесь мне вспоминается Александр Галич, который говорил, бойтесь главным образом тех, кто говорит, что он знает, как надо. И в этом смысле, я уверена, что будет в каком-то будущем. Я не думаю очень близком. Здесь вопросы критические, я согласна с Эльмом Украиновичем, что в данный момент вот такое судилище невозможно. И вредно. И вредно даже политической стороной. Но некий такой прообраз Нюрнберга, безусловно, будет. И он осудит, как осудил Нюрнбергский процесс нацистов, за счет того, что они тоже навязывали немецкому обществу, потом и другим завоеванным народам некие вот эти модели жизни. Точно так же, как будет осуждена, мне кажется, тогда и коммунистическая партия, и конкретные люди как реализаторы вот этого навязывания, ломки воли других лиц, то есть нарушения прав личности на свободный выбор. И вот за этот навязанный путь коммунистическая партия будет осуждена. И в этом, я думаю, только вот при таком катарсисе, уже политическом, судебном, и возможен будет на самом деле настоящий затем демократический путь развития для нашей страны. Расчищение философских завалов, над этим работают мыслители, расчищение политических завалов, над этим будут работать политики, и в том числе расчищение тогда экономических завалов, потому что это все идет в конве вот этих общих размышлений, понятий, как должно быть организовано общество, экономика. И общество должно тогда прийти вот к этому консенсусу, что мы должны жить по-другому, мы должны жить так, как живет цивилизованное общество. А я должна сказать, что общество многих развитых автористических стран живет с точки зрения философии социалистической. Потому что именно там мы наблюдаем максимальную защиту прав человека, ведь общества являются гражданскими и правовыми, и там идет максимальная защита прав обездоленных и слабых. Там развита та социальная компонента, о которых думали Хурье, когда Фалонгесы первые создавали, там, например, в Америке. Создавали добровольные, сами же распадались. Кто сжигал на кострах? Сколько в Европе погибло? Но церковь христианская сумела перестроиться, так же, как сейчас, и чуть раньше перестраивались коммунистические партии. Возьмите итальянскую, германскую. Французскую. И ряд других партий, которые отказались от принципа классовой борьбы, от диктатуры пролетариата, от панаполии на власть одной партии. Так за что же мы их будем судить? Извольте спросить. Здесь но. Одну минутку. Простите, можно сразу в полемику ступать? Одну минутку, но. Да. Но. Инквизиция, о которой вы говорите, за 10 веков уничтожила 340 тысяч человек. А коммунистическая идеология за 73 года уничтожила более сотни миллионов. Что вы хотели сказать? Я хотела вам что сказать. Итальянская партия вообще не успела никого, слава богу, уничтожить. И итальянская коммунистическая партия имела самосуд. Потому что если мы будем уже вспоминать историю Компартии Италии на протяжении всего послевоенного периода, после Второй мировой войны, то мы увидим, насколько шла внутренняя борьба и внутреннее оголение в партийных съездах с пониманием сути коммунистического движения. И в конечном счете мы сегодня слышим, что они вообще не хотят называться коммунистической. Это был самосуд. И я думаю, что тот мюнберг, о котором я говорю, я, так сказать, вообще всегда против террора. Это должен быть самосуд. Компартия над теми людьми, которые использовали вот это линчевание собственного народа. Это внутренний катарсис должен быть политический, а не то, что другие партии будут судить Компартию. Вот против, если так постановка вопроса, понимаете, я тоже против этого. Нет, никакого суда не должно быть над коммунистической партией, а точнее говоря, над коммунистическими партиями. Должно быть всеобщее покаяние и коммунистов, и не коммунистов. Покаяние и примирение. Вот к чему надо стремиться, а не к судилищам. Потому что это, вы понимаете, я не случайно говорю. Опять, если возвратиться, мне так не хочется уже после этого оборота, если бы мы избрали принцип судилища в Узбекистане, такая мощная группа, имея столь неопровержимый материал, она могла бы устроить геноцид, репрессии. И мы бы юридически были правы, потому что только в Узбекистане миллионы людей были вовлечены в преступления. Я не говорю о том, что десятки миллионов в Советском Союзе, в разных республиках, то же самое, занимались тем же самым, теми же методами. Но наше несчастье, наша трагедия, если так можно сказать, заключается в том, что с самого начала мы осознали, поняли, что здесь путем правовой репрессии, даже если во сто кратный прав, это будет преступление, это будет аморально столько людей сажать. А вы что ж? Мы еще в 83-м году поняли в Узбекистане, а вы сегодня призывайте нас, чтобы повторили мы уже по отношению не только к Узбекистану, но и к Советскому Союзу, к советским коммунистам, и перешли границы, стали осуществлять эти дюрнбергские процессы в странах Восточной Европы и в других коммунистических режимах. Нет, я против этого тысячи. И все-таки давайте будем судить именно участников этих преступлений. Так об этом и идет речь. И прежде всего об организаторах. Но я был членом коммунистической партии 28 лет. Вы сейчас не члены. И я, слава Богу, Аллах Всемогущ, он правильно оценит. И я искренне верил, что мы пытаемся строить, и мы, в общем-то, по мере возможности тоже привносили, хоть и ошибочно, скажем, но свой вклад. Но речь не идет о рядовых членах партии. Так вот об этом давайте с этого и начнем. Именно конкретно. Те, которые завершили уголовные преступления, а не партию. Понимаете? Поэтому давайте с судилищами поосторожнее.